Здравствуйте! Рады приветствовать! Мы закончили первый цикл наших бесед, и это очень прекрасно получилось, 20 бесед о том, как русское и московское государство... До эпохи царства, будем говорить, до царства. Да, оно начиналось, оно как образовывалось, зарождалось, и вот пришли, пришли... Период феодальных княжеств, вот так он говорит. А теперь мы входим в период уже царства, феодального царства, да, феодального царства. Мы пришли к нашему Ивану Грозному. Да, мы добрались практически до Ивана Грозного, но перед тем, как мы начнем о нем говорить, мне бы хотелось упомянуть о том, что мы также вступили с вами в эпоху так называемого... Ну, многие по-разному говорят. Некоторые говорят «русское папство». Почему так удивительный такой вопрос? Или, например, говорят «эпоха метрополитчих переворотов» и прочее. То есть разные есть исторические такие названия, они даже иногда в некоторой степени немножко смешные. Но дело в чем? Дело коренится в том, что в эпоху, когда государство переходило от княжеской удельной раздробленности в собирание земель в единое мощное царство, уже как бы не просто там каждое княжество выставляло по 100 рыцарей, а уже было единое большое мощное государство со своей крепкой армией, это, естественно, вызывало огромнейшее сопротивление князей. Ну, новгородских, псковских, смоленских, рязанских, не только внешне какие-то бесконечные войны. И боярство. Да, и боярство. Потому что боярство начало уступать дворянам место свое. То есть дворяне, получавшие двор от царя и служившие за эту землю, боролись с родовитыми, 100-летними родами, которые там имели кучу крепостных крестьян, земли и огромные богатства. И, естественно, церковь это никакой мерой не обошло. Почему говорят русское папство? Потому что вот сейчас пять митрополитов, которых мы с вами говорим, все они плохо кончили. То есть все они были либо сосланы, либо смещены со своего места, либо отправлены в ссылку в отдаленные монастыри, либо сами вынуждены были под давлением всевозможных боярских заговоров, ввергавших их в немилость, оставлять свой московский престол. Мы не забываем с вами о самой главной вещи. В этот период константинопольские патриархи не имеют никакого влияния на русский митрополитский престол. Сам поставил царь, сам убрал. То есть нет такой проблемы, что надо согласовывать с Константинополем назначение нового митрополита на московскую должность, на московскую митрополию. И цари этим успешно, усердно пользуются. Государь. Государь, да. И вот это такая государственная, мощная, образовывающая русское царство триада, это Иоанн Третий, Василий Третий, и вот сейчас грядущий внук и сын Иван Четвертый Грозный, они как раз с митрополитами поступали как хотели, и в хвост, и в гриву. Финалом, в конце концов, стал митрополит Филипп еще Колычев, который тоже много любил говорить, и за это дело усердно пострадал. Так вот, мы этому упоминаем с вами первым, был Зосима Бродатый, это еще при Иване Третьем, который был смещен, но сослан в Лавру. Потом Симон, которого сослали тоже в монастырь Белоизерский, дальше Варлаам, которого тоже сослали в монастырь, Даниил, несмотря на то, что был самый первейший Лизаблюд, и вот сейчас еще мы будем говорить о митрополите Иосафе, тоже был сослан в Володский монастырь. Значит, ну, мы закончили с вами, с митрополитом Варлаамом, по сути дела, рассказали его, почему его сместили, потому что Василию Третьему надо было развестись. Не давал развод. Да, а он не давал развод. И кроме того, еще вторая проблема была. Был Ташимячич, которого надо было заманить под ложным обещанием прощения. То есть, пообещать ему там неприкосновенность политическую, а потом свернуть башку. И хотели это сделать через митрополита, но митрополиту, видно, его христианская совесть не позволила. Ну, и за это, естественно, его сразу лишили должности всего и сослали его в монастырь. Помянем его добрым словом. Помянем его добрым словом. Все-таки он проявил вот такую христианскую твердость, мужество. И князь очень усердно, то есть Василий Третий, подумал усердно, кого же поставить на престол. Ну, естественно, надо было поставить крайне лояльного человека, который бы и Шимячича обманул, и развод дал. Ну, естественно, как вы думаете, где можно было найти такого лизоблюда? Лизоблюда, слащавого восхвалятеля государевой власти, мелкоподлого, хитрого человечка, который бы все благословил от имени Божьего. Где-то, наверное, у Иосифа Ленка. Конечно, вы совершенно правы, это можно просто сказать. Нашли ученика Иосифа Володского, любителей, стяжателей русских имуществ. То они с ежедовствующими, которые не ежедовствующие совсем борются, то им еще кто не нравится. Ну, а здесь, конечно, они нашли ученика и последователя Иосифа Володского, из Иосифа Володского монастыря, которого и взяли Василий Третий, назначил его, можно сказать. Ну, как это происходило? Он собору русских архиереев давалось благословение о царском речении. И все, и митрополит возводился в сам по решению государя. Значит, вот его труды и его значение для русской земли того времени переценить, нельзя сказать плохо, нельзя сказать хорошо, Даниила. Да, да. Это вот именно то, что нужно было князю для того, чтобы огнем и мечом покорить князей. Василий Третий был очень жестким человеком и собирателем русских земель. Для того, чтобы все это дело кровавое кто-то сам вона объявил делом Христовым, делом Божьим. Не то, что государь кровожадный человек, а то, что вся вот эта политика и вся эта ситуация и переход феодализма от раздробленности к федерализму централизованному, а потом и вообще к абсолютной монархии, он должен был благословляться небесами. Потому что народ возмущался, людям это было очень тяжело. Это мы так как бы смотрим с вами, да, вот там напал он, допустим, там на Рязань или там Новгород покорял. А вы представляете себе, что это было для простых людей? Им вытаптывали посевы, сжигали пшеницу, уводили там, допустим, надо было что, скотину забрали. Да, да, да. В общем, людям простым это была кровь и страдания, ладно, там воины там еще. А даже для простых людей это было, говорят, как говорят, знаете, пословица, кому война, а кому мать родна. Конечно, всякие там купцы, там пушками трававшиеся, они наживались на этом. А простым людям это давалось очень-очень тяжело. Да, да, конечно. Я ставлю, потому что для понимания такого небольшого, прямо в дополнение ваших слов, есть у историков такое утверждение, что Грозным называли Ивана Третьего. А вот отец Феодосий из своих источников, я не буду тут спорить ни с вами, ни с историками, утверждает, что Василия Третьего отца Грозного начали называть Грозным. Вот, вполне возможно, потому что, напоминаем, что при Василии Третьем было вот это вот продолжение развязанных вот этих русско-литовских войн, еще не ливонских, а вторая часть, это бесконечные крымские набеги. Значит, и борьба с вольнодумцами. Казань еще бесконечно. Была ли костры при Василии Третьем? Да, да. И ведь у нас говорится, что не было там какой-нибудь инквизиции. Да, инквизиция была, а скрытая форта. Была ли костры, были сожжены несколько людей, именно при Василии Третьем. Несколько сотен, а то и тысяч. Ну, сожжено там было немного. Очень много сожжали людей. Не буду спорить. Не будем. Да, я вам говорю, что казнено было очень много людей. Очень много людей. Именно не так думающих, не в тему думающих. А почему не в тему думающих? Те, кто не согласен с Иосифом Володским и с государем Василием Третьем. Опять же скажу, у княжеской раздробленности была одна идеология, а для единого мощного царства другая нужна была идеология. И всех тех, которые ей мешали, надо было поприбрать. Батюшка говорит, не из воздуха взявши, а вот именно анализируя вот эту информацию. Откуда я вам скажу? Это после смерти митрополита Макария известна речь Ивана Грозного, которую записывали в летописный свод. И он там говорит, что на горе боярам, называвшим отца моего Грозным, вы увидите, каким Грозным буду я. Это его слова самого. Поэтому это из слов Ивана IV все взято. Давайте продолжим. Значит, этот всей благородной ученики Иосифа Володского выполнил всю программу, то, что было нужно. Он стал именно голосом государевым. То есть, известны многочисленнейшие его послания и псковичам, и смоличам, и рязанцам. То есть, бесконечный поток духовных назиданий о том, что нужно покориться московской государственной власти. Что бы ни делал Василий III, все было благословлено сразу двумя руками. То есть, все благословлялось, ничего не оспаривалось, даже такие моменты, которые были очень-очень кровожадными. Но усиление мощи государства. Да, конечно. Я и говорю, что здесь двояко все. Опять же, с одной стороны, это, в общем, кого едят, тому плохо, а кто ест, тому хорошо. Смотрите, на Русь пришли и иностранные мастера. Абсолютно верно. Это еще начал Иван III, а при Василии огромное количество архитекторов, инженеров, литейщиков. А русские стали первые, и потом чуть позже, при Иване, уже в IV, книгопечатание и прочее. То есть, эпоха княжеского раздора и эпоха татаро-монгольского владычества – это такое, ну, бульем поросшее ничего. То есть, там нет ни литературы, ни какого-то серьезного ремесленничества, ничего. Единственное, что есть, это этот Андрей Рублев. Все. Больше ничего нет. Ни поэзии, ничего. А здесь, когда стала новая идея, Третий Рим, как может быть Третий Рим без пушек, без красивых храмов, архитектуры, без письменности. Тут в мозгу государей было такое, что надо защищать православие. Все православные государства пали. Да, это почему было так? Потому что защита православия позволяла легитимизировать государственную идею. И это было положено в основании политики Василия Третьего и Пуличного. Прямо с церковью заединочку. Абсолютно. То есть, мы, как мы с вами и говорили, в этом плюс в том, что давалась государству такая духовная поддержка, но минус в том, что вера осталась ранее. Где религия объединилась с государством, рождается духовное министерство. И цезаропопизм. И духовность, как бы, как сама таковая, она полностью погибла. Потому что, вот смотрите, возьмем, давайте, последователей Нила Сорского. Все его последователи, все погибло. Вылезли только Есифляне, которые монастырили кругом, власть царская. Патрикеев и приемных Нила Сорского быстро ушел в сторону. Да, Патрикеев, Максим Грек и прочие все остальные. Они пострадали, жестко пострадали. Да, значит, сам Даниил был из Рязани. Он пострудился и постарался в Иосифовском монастыре. В 1513-14 годах был пострижен Иосифовым Володским в этом монастыре. И по смерти Иосифа Володского был, даже не по смерти, а еще при жизни Иосиф Володский потребовал выбрать себе преемника. И одобрил его. Причем не просто одобрил, а еще и Василий Третий одобрил его избрание. И он уже, получается, как бы и царский был благословлен, и Иосифом Володским. Очень мало информации про это время Василия Третьего. Очень мало, да. Я думаю, что, знаете, почему мало информации? Я вот уже сейчас сталкиваюсь и находим. Но проблема в чем? Когда Иван Грозный начал формировать полное... Он уже создал его, это Московское царство. Очень много было уничтожено прежней документации. Очень много. И не по приказу Ивана Грозного, а по приказу партий, старателей, которые там везде копошились, они старались поддержать государеву идею. И часто, как у нас на Руси было, архивы сгорали. Ну, может быть, это из области предположений. Но он столько трудился, должно быть много, и все пожгли. Своими глазами видел, у меня это в глазу, в мозгу запечаталось лет 15-20 назад на Волге, когда я жил. Может, я вам рассказывал, нет? Село Прилуки. Там, если по Волге едете, там большая-большая такая колокольня кирпичная, красная. Вот многие видят, с разрушенным куполом. Сейчас она восстановили или нет, но она очень огромная такая. Так вот, это вот Прилукские заводи были дарованы Василием Третьим, Троице Сергию Лаврием. Монастырю. Вот они жили прямо в это самое. А вот эти вот Прилукские заводи, это самые рыбные места. Вот рыбнее просто нету. Там на повороте, какие-то глубины, там самые богатейшие рыбные места. А это, знаете, в то время, вот сейчас как раз упомянем это, в Руси не столько было развито охотство, охота и животноводчество, как было развито рыболовство. Это, знаете, из еще одного источника, мы потом позже будем говорить, когда уже греческие патриархи путешествовали по Руси, во времена потом уже попозже, там, Бориса Годунова и прочее, они жаловались, что вот, мол, настала Пасха, а разницы мы не видим, потому что как ели мы рыбу, так и едим рыбу. А где мы ждем, они же привыкли в Греции жареных баранов есть шашлык и баранина. А здесь баранов нет, никто баранов не разводит. А корову зарезать, это вообще подвиг там. А особо свиней не разводили. И поэтому была рыба все время, правда рыбы было всякое, есть ситрина, стерлин, там, белуга, севрюга, белорыбица, чего только не было. Но икра была 150 сортов, но мяса не было. Он говорит, мы все ждем, когда мясо принесут, а тут рыба, и рыба, и рыба. Это говорит о том, что рыбные промыслы были основой питания населения от самых простых людей, которые там каких-нибудь окуньков ловили, до царей, которых осетрами кормили. И самые главные рыбные промыслы были распределены по-своему, по-своему. Тот и был богатый, потому что это было, ну как бы вот, как сказать, ну допустим сейчас какой-нибудь, кто-нибудь производит колбасу. Нефтяной прииск. Или нефтяной прииск, да. То и в то время было, нет рыбы, голод, все, надо кормить население. И сейчас своим людям нефтяной прииск, пожалуйста. А, ну да, согласно благословению. Согласно благословению. Вот, значит, после того, как Варлаама пришлось убрать по причине его упёртости, духовной борьбы, 27 февраля 1522 года поставлен Даниил митрополитом московским и всея Руси. В это время примечательный факт. Пришло письмо от, из Рима, в котором император Максимилиан называет, Василия Третьего называет императором Россов. И эта фраза, император Россов, она прямо звучит в его послании. То есть, это написано, как бы он признаёт его императором всероссийским. А не на это ли послание потом Пётр Первый? Абсолютно верно. При своей интронизации Пётр Первый приказал напечатать это письмо. И оно было основанием, как бы уже то, что раз был Василий Третий императором, то и он вполне российский император. Логика, да, логика очень правильная. Конечно, сразу же был дан развод Соломонии Собуровой. И также, но что сделал доброе Даниил, он составил свод русских летописей. Мы не будем уже говорить с вами о том, что он оттуда украл, что он там вымарал, и был ли он честен в своих трудах. Но он собрал именно свод русских летописей. До этого было всё разрознено, а нужна была идея государственная, и следовательно, история должна была быть единая. Не так, что у Новгородцев одна, у Киевлян другая, у Ростовцев третья. А нужно было, чтобы она была единой историей. И он составил свод русских летописей. Но в то же самое время он жесточайше преследовал Патрикеева, он преследовал Максима Грека, он преследовал всех, кто более как-то удалялся от Иосифа Володского и хотел говорить, что христианство – это нестяжательство. Все они были прокляты ним на соборах 1925 и потом 1931 года. Он действовал так непросто, спор вступал, а доводил это до тюремного заключения. Доводил это до смертных казней, которые были по доносам Василию Третьим тысячами. По логике своего учителя. То есть он продолжал действовать огнем и мечом. Ну и еще одно, что он хорошее сделал, это он перевел, или точнее как-то систематизировал и под порядок привел точное исповедание православной веры. Потому что на русском языке, на греческом это всегда было со времен Иоанна Дамаскина, и вот он этого Иоанна Дамаскина перевел на русский язык и систематизировал именно точное изложение православной веры. Значит грамотный был человек. Да, нет, он был несомненно, он был грамотный. Надо отметить, что у Иосифа в Володском монастыре, по-видимому, была очень грамотная школа. Абсолютно верно. И Малыша была грамотная, она еще специально приглашались различные учителя, мы же не будем забывать о том, что Максим Грек тоже был приглашен учить. Да, и при Иосифе в Володске. Да, то есть это было как то время, он потом в Лавру, конечно, переехал и в Равр, в Лавре жил. Но он был приглашен как грек, который должен был там перевести добротолюбие, составить правильно книги, там древние благочестия. Поэтому приглашались люди, как архитекторы из Италии, из Греции, как доктор Леон, который пытался вылечить Иоанна Младова от подагры. Так вот и здесь получилось... А что же ему не понравилось, Максиму Греку? Максим Грек сделал замечание, что неправильное отношение, вообще неправильное, государей к вере, то есть государь это защитник веры, а не навязыватель и ее деспот. Он сделал замечание, что мы отходим от древних христианских традиций нестяжания и духовности в пользу имуществ, земель и рыбных промыслов. В принципе, он стал на сторону нестяжателей. Он абсолютно верно, он стал на сторону нестяжателей. Причем он это делал, если наших всех воспринимали просто как спорщиков, он говорил так и в христианстве, и в Греции так. Те подтверждают, и поэтому сразу в тюрьму, чтобы молчал, и не было его случая. И не высовывался оттуда. Значит, чем плохо кончилось все Даниилу? В малолетстве Ивана Грозного, как он был малой, он поддержал Елену Глинскую, и у нее был, как это правильно выразиться, фаворит, любовник. Да, князь Телепнев, который... Стрига Боленский. Да, Стрига Боленский, да, любовник ееошный. И он поддержал ее, но когда это все дело немножко сдвинулось, князья Шуйские ему Елентова не простили. Да, и хорошо, что еще не казнили, не убили, а сослали его в этот самый Ивановский. Как Стрига Боленского. Да, да, да. В 1939 году они уже его не изложили, это еще было Ивану Грозному всего 9 лет, и сослали его... Давайте все-таки акцентируем факт. Родился наш Иван Грозный. Да, это мы должны, это прямо вот момент, 1530 год. И этому замечательному событию историческому посвящен даже архитектурный памятник великолепный в селе Коломенском. Кто будет в Москве, обязательно посетите к селу Коломенское, так же как и Царицыно, красивейшие села, вот эти вот исторические места. Там такой стоит великолепный храм Вознесения, да? Он построен в честь... Церковь Вознесения Господа. То есть рождение... Да, этот храм приказал построить Василий Третий в благодарность за рождение Ивана Четвертого, своего сына, да. А, кстати, хотите немножко посмеяться? Как вы думаете, как на самом деле звали Василия Третьего? Василия Третьего звали Гавриилом в крещении, а постригся он Варваамом. Ну так, да? Да. Ну, то есть приход... Да, Иван это его царское имя, нареченное, как вот, интронизационное имя. Постригся он уже болезнен, да? Да, да, да. Значит, мы давайте вот тоже пару слов скажем. Умер он жестоко. Возвращаясь в Москву, у него открылся нарыв на ноге. По... Вот описанию... Там сохранилось описание придворного врача, который пишет, что вскрылась рана, нагноемная, которая не закрывалась. Что они делали? Вычистили гной, накладывали разные мази, все бесполезно, здоровье только ухудшалось, ухудшалось, ухудшалось. Причем рана открылась изнутри. То есть не то, что он упал, например, и порезался, да? Или его там копьем ударили, или он рубил дрова, да, топором себе по ноге попал. Рана открылась изнутри. Об этом можно говорить, и сейчас современные врачи говорят, что это всего скорее была онкология. То есть была раковая опухоль, которая... Он жаловался многие годы до этого, несколько лет на ногу, да, что у него болит нога все, и она вот на бедре вскрылась, этот гнойник, и вышла наружу. Ну, мазями рак не вылечишь, там мазать, да, бесполезно. И в селе Воробьево под Москвой, он уже понял, что ему приходит конец, и принял пострих с именем Варламу, с химу, да. И с этого момента, по сути дела, это 1530 году родился Иван Грозный, Иван IV, а в 1533 году умер Василий III, Иван Грозный становится правителем. Все великие, малые, белые, все Руси. Да, да, конечно. И как мы вот недавно выяснили с вами перед нашей беседой, что построил этот храм знаменитый архитектор Петр Фрязин. А, да, мы говорили, да. На самом деле это, мы уже говорили с вами, опять вспомним, что такое Фрязин. Это Фряжич, это итальянец или грек. Их называли фрягами, фрязинами. В основном итальянцев. Итальянцев в основном. Но хотя доктор Леон, который приехал из Греции, Софьи Палялох, его тоже фрязинами называли. Под одну кучу. Под одну кучу всех. Это как немец у нас. Немец, что бы немец, что бы по-русски немец. И голландец, и швед, и... Поэтому точно так же и получилось здесь. Это на самом деле Петро Аннибало. Петро Аннибало. Это итальянский архитектор знаменитый. Кстати, его отец тоже был знаменитым архитектором. И был на Руси, трудился, и строил много тоже всяких зданий. И его называли Большим Фрязиным. То есть Петр Большой. Петр Фрязин Большой. А вот построившего по заказу Василия Третьего, а это еще было, он начал строить храм до того, как родился Иоанн Васильевич Грозный. Почему? Потому что он хотел наследника. Видно, нога мучила. И все это было как бы просьба. То есть он заложил. В 28-м году, говорят, что по историческим летописным сведениям, 1528 год. Замечательная тема. Вот. Как конкретно. А родился, получается, через два года родился сын. Он как раз, когда второй раз женился, Собурова-то подвинули, Глинскую, да, приняли. Опять же, вот это, где все хохма с этими 1500 невест, да все их там щупали, проверяли, да, какую выбрали. И выбрали, опять она никак не могла родить. Как что, не знаю, как они выбирали, но как не... Есть бабы такие, вот она рядом с мужиком посидела и урожает беспрерывно. А здесь, блин, что-то щупали, смотрели, проверяли и никак, в общем, никак. Я, кстати, ошибся в предыдущий раз. Это не дочь Михаила Глинского, это племянница. Племянница его, да. Ну, бывает. Недалеко, да. И, значит, что дело таково, что два года, опять не было детей, но в конце концов, вот он построил этот, начал строить храм, все, и Бог ему дал сына, и он в благодарность, вот это вот, как бы это село Коломенске, он там родился, и вопрос, ну, вот это вот, это строительство храма было, поэтому, можно эту тему завершу? Он был, как это правильно называется, по-древнегречески, по-христиански, ктитором храма, ктитор храма село. Даже во время служения, богослужения, поминается, что там строитель, да, 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 он был, Василий Третий, был ктитором, да, и построил этот храм, как бы, за своего сына, то есть, вот, за то, чтобы Бог ему дал наследие. Посмотрите, храм, вот гениальнее, вот такого вот, это чудо. Там не просто храм, там вообще усадьба коломенская. Ну да, это понятно. Но сам храм, ему аналогов-то нету, вообще, вот, нету аналогов. Если задуматься, и, вот, просто так, сравнение такое привести, вот, смотрите, на Валдайской возвышенности начинается Днепр, течет на юг, начинается Волга, течет на юго-восток, северная Двина, течет, потом туда, в Прибалтику. Так русское, настоящее русское царство началось вот с этого села Коломенское. Там такая настоящая усадьба, вот эта коломенская, и в нее прямо, когда заходишь, это прямо чувствуется, что это началось русское царство, да, и храм этот, и все, и там, особенно, когда там еще, знаете, там делают музей же, там делают представление, и там ходят девицы, всяких принцессских нарядах, царских, там, с бармами всякими, вот в этих древнерусских парчевых, таких вот, царских облачениях, и очень красиво, и чувствуется, вот именно, что наступает, прямо другая эпоха. Вот можно прямо границу провести, вот Днепр туда потек, Волга сюда потекла, и вот царство началось, то есть, вот как бы эпоха начала царства. Можно логически эту тему завершу, и этим приведу нас на нашу тему. Вот Петр Фрязин, он, кстати, приехал на Русь, он построил вот такие вот великолепные вещи, и в Китай город он заложил, и так далее, очень много всего. И он женился здесь, на русской женщине, и собирался всю жизнь здесь прожить. И вот когда Елена Глинская умерла, когда ее отравили, и когда вот эти шуйские начали наводить свои порядки, в государстве начался такой бардак. Все, что нажито было вот предыдущими государями, они просто вот эти вот дрязги, вот эти боярские, тут же это все привезли в бардак. И Петр Фрязин написал такую вещь, он покинул Россию, и написал, что здесь наступило без государства. То есть до тех пор, пока Иван Грозный не вошел во власть. Вот я просто возвращаю на этой теме нас к нашей теме. Еще один, ну уже будем закругляться сейчас, но еще один интересный факт тоже, который, я думаю, никто особо не знает, ну специалисты знают, как на самом деле звали Ивана Грозного. Никаким Иваном его не звали. А его прямое имя Тит. А еще было второе имя в этот день, Смарагд, то есть Изумруд или Самоцвет, ну и Изумруд будем говорить. То есть имя его Тит и Смарагд. В царстве он был Иваном, а при смерти был пострижен. А в крещении его? В крещении его? Тит, да, прямое имя его Тит. А в постриге Иона, то есть уже когда он тоже умирал, он тоже как подобно своему отцу. Вот смотрите, еще один факт, насколько цари жили этой православной идеей. Это было не просто там какие-то слова, они верили искренне в это все. Почему? Ну кто, не вил сейчас кто-нибудь там, какой-нибудь, допустим, наш премьер-министр, да принял схему. И поискал, что он сугубо православный человек, да? А здесь цари принимают монашество. То есть они от начала от рождения и до смерти, до всего служения православному царству. Защита православия. Защита православия. Значит, и есть такая логика, она страшная, немного непонятная с нашей точки зрения, но все эти сковородки, огни, расплавленные олово в глотке и так далее, ну которых было, кстати, не так уж много по сравнению с Западом, но тем не менее было. Все это как отображение наших масштабов наших православных икон. Да. Вот что там рисовали в Страшном суде. В того периода. Да. Все это Иван Грузный спокойно, как он считал возможным, считал себя обязанным даже, вот как православный царь, в наличии вот показать, вот что оно есть. В чем беда наша? В том, чтобы если бы были все не такие подлизы, как митрополит Даниил, а давали государю бы добрые и правильные советы, то не было бы таких завихрений и задолбонов. А так как церковь, в отличие вот от Константинополя, была полностью подчинена государям, и в государе назначали митрополитов, получилось так, что языки отрывали, если много говоришь. А человеку всегда кажется, что он умнее всех. И поэтому вот эти какие-то кровопролитнейшие моменты, их можно было избежать благодаря тысячелетнему христианскому опыту и благоразумию. Но опять заново лбом об стену. Кто-то же вбил ему это в голову с детства. Вот давайте об этом. Я думаю, что как раз это и получилось, что вбили ему в голову с детства вот этот страх первый перед наказанием Божиим. Во-вторых, вот эти отравления князей и вот эти... И уверенность в том, что он православный царь и защитник веры. Да, да. И вершитель. Да. Давайте мы о его воспитателях и учителях в следующий раз. А сейчас я хотел еще буквально вернуться на два слова назад. Вот у нас вот умирает Василий Третий от тяжелой болезни. Умирает, принимает постриг в Ирлаамом. Он уходит с монахом Ирлаамом в царство небесное. Давайте мы кратко взглянем, что он сделал для русского государства. Информации очень мало, как вы и сказали, Жень. Очень мало информации, но как он проводил собирание русских земель. 7507-8 год это Казань. Две войны с Казанью, которые прекратили бесконечные набеги казанских татар на грабеж Москвы. Причем первый раз мы проиграли битву, Жилка был, помните, князь Жилка. А второй раз разгромили полностью и был поставлен даже наш сторонник Хам, который, Али Хам, который был очень лоялен к Москве. Что дальше? 1510 год. Псков. Причем с вывозом колокола Вечевого. Отмена там-то. Псков это вообще удивительная вещь. Царь осадил Псков, Василий Третий. И жители решили сдаться. Причем была последняя веча псковская, на котором решили не сопротивляться московскому царю. и свою республику самостоятельную княжескую отдали московскому царству добровольно псковичи. Колокол псковский под слезы и страдания бабушек и девушек там все плакали, был вывезен в Новгород. Вечевой колокол. То есть больше вечи они не имели права собирать. Это собирание русских земель. Москва крупнее, жирнеет, жирнеет, крупнее. 1514 год. Смоленск. Причем одна осада неудачная первый поход. У нас любят показывать, как эти поляки Смоленск брали, мультики снимают, там все русские герои защищают. Мы сами драли Смоленск так, что с него только тырса летела. Две войны пережил Смоленск, и уже потом воевода Сологубов, там князь, все вышли к царю тоже Ивану Грозному, поклонились ему, и сдали ему, его Василию Третьему, и сдали ему Смоленск, это у нас в 1514 году. В 1514 году. Там же поражение было. Да, потом уже дальше на реке Осетр, когда Ливонская война же продолжалась, в 1512 году, кстати, это вот Литовская, да, ну, Ливонская, Литовская, да, да, они, кстати, потом пытались осаждать Смоленск, но так и не смогли взять его литовцы. Но войны продолжались с Литвой постоянно. Василий Третий вел их, две крупные битвы, в одной был разбит, в другой победил, и это была, ну, ну, вражда с литовскими, можно сказать, славянами, была очень-очень тяжелой и очень тяжкой для Руси продолжительной, тем более, что велась она еще вдобавок с информационной войной, бесконечной. Потом, вы видите, при Иване Грозном туда все шпионы побежали, и все это потерялось. Можно пояснить, почему укусывают ливонский с литовскими. Значит, ливонский орден, он был отдельно, это было, конечно, прибалтийские вот эти вот курфюршества, да, рыцарские ордена. Но потом, когда началось, при Иване Грозном уже русский, когда он начал свой поход на запад, вот тогда ливонский орден быстренько присоединился к Речи Посполитой. И вот поэтому такое вот путаница и прочувствовав напор нового царства. Да, да, да. Что дальше? 1517 год. Рязань, Рязань, которая тоже имела свою определенную автономию и свободу, и часто в Москве высказывалась против, Рязань сложила свою голову. Целый поход был осуществлен Василием Третьим, и Рязань сдалась. Я вспомнил, поражение было, битва при Арше. При Арше. Да. 1518 и 21 годы. Что такое? Это Алихан в Казани, поставленный хан, который был сторонником Василия Третьего, но в 21 году он три года всего был в власти. Как только он умер, идея нападать на Россию бесконечное мусульманское продолжилось. Махмед Гирей Крымский налетел, сжег, все, поворовал. Правда, Москву он не сжег, а вот окрестности все Москвы пограбил. Еще примечательнейший факт, тоже для смеха вам. Он, Василий, бежал из Москвы, боясь, что все, ему там придет конец, с казной на север. Но хан не решился. Почему? Потому что он знал, что с юга идет армия целая, здоровенная, на подмогу Москве. И он пограбил окрестности Москвы и там все, и стал возвращаться назад. И на обратном пути Махмед Гирей столкнулся с... Хабар звали воеводу, звали Хабар. А русский фамилия его была Добрынин. Вот может Добрынин Никитич, Илья Муромец, в общем, из этой оперы. И он стал требовать хан Махмед Гирей, чтобы Добрынин сдался ему. Почему? Потому что Василий Третий дал хану грамоту, что он является его подданником и вассалом и будет великому хану платить дань. И дал эту грамоту. И этот Махмед Гирей с этой грамотой к этому князю, чтобы он сдался и ему... По-моему, это был что-то казацкий какой-то... Хабар. Хабар. Его значит Хабар какой-то Симский. Хабар Симский, а его родовая фамилия Добрынин. Добрынин его родовая фамилия прямо вот записал. Значит, что он сделал? Он отжал эту грамоту. В общем, по-бандитски все это... Как он сделал? Он говорит, ну хорошо, я сдамся тебе грамоту мне только покажите, люди. Хан послал эту грамоту с послом. Он эту грамоту забрал, потом пушечки развернул, как гахнул по Махмед Гирею и татары с перепугу расселились по степи. И Махмед Гирей даже не смог собрать свою армию. А он потом царю привез грамоту и его отдал, вот вернул его. Да, что можешь не платить, не безусловно. Отжал грамоту. Значит, и что еще дальше было? Значит, после 1531 году в Крыму был поставлен Джан Хан Али, который был лоялен к московскому государству. Иван Третий тоже с крымцами дружил. Да. И даже вместе воевали. Конечно, они постоянно там... А Василий что-то потерял Даже при Петре Первом, когда были эти за войну за Украину, Полтаву там и прочее. Дружил, это, конечно, сильно сказано. Ну, как, их использовали как коротковременных союзников. Да. Согласен. Вот, значит, и этот же Али Хан был... Значит, после этого, сразу через три года опять было нападение на Москву. Уже Мухаммед, то был Махмед, а это был какой-то Иль Хан. По-моему, так его точно не могу сказать, но тоже Махмед Гирей, а это Иль Хан Гирей, и он тоже пытался грабить южные территории России. И вот в 31-м году стараниями Василия Третьего был поставлен Джан Хан Али в Крыму, который до 33-го года продержался и был очень хорошим союзником Василию Третьему. Но когда Василий Третий умер, его местная крымская знать свергла. военно-политическая история, в общем-то. Что с нашим Варламом, или кто там у нас? Да, Даниил. Значит, Даниил сослан в Иосифоволодский монастырь, где и скончался он у нас в 1539-м году, 2-го февраля. на смену пришел Ясав. На смену ему пришел Ясав. Значит, здесь вот смотрим, значит, 22-го года и умер он в 47-м году, а Ясав поставила партию Шуйских. Она как сместили, поддерживала Глинских, а теперь надо Шуйских. Можно я тогда по этому поводу скажу? Что произошло василий 3 назначил преемников опекунов то есть это были видны и боярские роды это были бельские глинские и шуйские ну там плюс остальные там были еще там кто-то но вот это вот основные фамилии но елена глинская буквально за год отодвинула их от власти отодвинула их от власти там какими-то кого-то где-то кто-то довольно жестким методом она взяла власть она была практически правительница и вместе со своим вот этим фаворитом телепневым болянскими они в общем-то но управляли там в общем-то довольно интересно там происходили такие вещи как допустим в это время за четыре года ее правления была произведена финансовая реформа то есть пришли к общей российской деньги да то вы правы вот эта денежная реформа денежная реформа была еще одним огромным камнем в основании царства русского потому что все вот эти деньги которые были где везде гривны даже не печатная просто продолговатый кусочек серебра и прочее все остальное это была эпоха княжеской раздробленности нужно было привести к тому это еще кстати это иван третий начал он начал ограничивать он всю власть отдал василию третьему а все у него еще было три брата василия третьего там юрьевский я уже не помню всех князей он их власть ограничил и заставил их поклониться старшему брату и естественно деньги печатать мог долго тогда один главный потому что если все печатали себе деньги это опять раздор почему потому что у каждого свой монетный двор и своя казна а тут нужно было это и вот поэтому русская деньга именно появление русской деньги она и стала тоже основанием царства при елене глинской кстати вот это вот андрея старецкого приезжали к хвосту и по-моему его умертвили да то есть это дядя ивана грозного значит вот то есть она именно такой волевой женской рукой продолжила политику объединения государства и не сказать что она была какая-то там дура или еще что-то лет конечно не нужно больше в удачной правители она могла вполне быть регентом при своем сыне до его совершеннолетия вот при ее уме но ее отравили и началось страшная политическая началась политическая врага резко да опять же партии партии и особенности вот бояре которые начали власть шуйские они они начали чувствовать что власть у них ускользает потом в конце концов это конечно все кончится при петре но вот именно феодального всевластия они начали лишаться при иване грозном то есть они уже вынуждены были они были не просто там равными феодалами а был им помазанник божий царь государь император который должен они должны были ему поклоняться это лучше не хотели конечно перехватили власть глинский и все за этим наблюдал малолетний царь который взрослый среди постоянных отравлений убиений царском дворце они друг друга били калашматили и в это время руси разрывали просто на части вот что такое митрополит иосаф кто это такой митрополит иосаф стал он митрополитом в 1539 году был он сам уже это не теперь уже иосиф его сифляни подвинутый потому что поняли что не нужен такой товарищ как даниил и как раз его отодвинули потому что шуйский и там прочая вся компания и начали искать стороннего человека и нашли этого человека это был из троицы сергиевой лавры игумен игумен и осаф 1555 году он стал митрополитом а игуменом главы он уже был 1529 году известны о нем сведения причем еще один интереснейший факт в каком году он стал митрополитом еще до рождения он не митрополитом стал игуменом троицы сергиевой лавры а в 1539 через 10 лет уже ивану грозному было 9 лет 1529 он стал игуменом троицы сергиевой лавры а в 1530 он стал восприемником тита тита и смарагда то есть государя до ивана васильевича грозного крестный отец восприемник его да значит что интересно вот этому митрополиту достались все вот те дрязги о которых вы говорите эпоха вот этой дворцовой войны боярской дворянской досталась митрополиту и осафу он был вынужден лавировать между всеми заговорщиками какие только были потому что все пытались его привлечь на свою сторону и более того он еще известен им как человек добрый человек миролюбивый ибо он освободил из тюрьмы максима грека и он освободил когда стал за князя бельского который стал потом ивану советником как при государе они были таким вот правой рукой государю он маленький еще был я но они уже были при нем постоянными первыми советниками ну естественно это никак не могло понравиться шуйским и он был смещен со своего поста и также как его предшественники только был сослан в каменный монастырь и 3 февраля 2016 года канонизировали вот как раз вот уже в 2016 году состоялась его канонизация почитания в общем почитании святых неместно чтимых достойный был все таки тоже человек да он был сегодня буквально здесь видите три года для понимания я вот сейчас об этом задумался значит уточняю бельские и глинские вот эти вот родовитые бояре которые схлестнулись это были выходцы с литвы это был результат те самые рубежные русских литовских войн то есть это выходцы вот этой вот вольнодумство выходцы вот этой вольной литовской шляхты вот они принесли свои нравы суда шуйские тоже палец рот не клади но они все-таки были из рода они вели свой род от александра невского от младшей где-то там вот от александра невского то есть они были рюриковичи шуйские вот такая маленькая зарисовочка по жрету царского рода до шуйские конечно интриганное все но среди шуйских конечно были величайшие государственные действия потом попадались и полководцы и так далее то есть всякое а вот несомненно товарищи литовцы они свою вот эту вот дрязгу из литвы принесли это надо я бы отметил несомненно без всякие так как вот например а вали итальянские архитекторы принесли итальянскую архитектуру так по рубежные войны принесли куча различных партийных войн точно так же как и софия палеолог притащила с собой греческую фряжскую бесконечную вражду кстати и глинскую потом траванули тоже вот этим греческим обычаем поэтому мы сейчас с вами останавливаемся 1542 и причем связанные с рюриковичами с рюриковичем значит останавливаемся с вами вот смещением митрополита и асафа потому что 2541-42 годы и следующим у нас будет митрополит макарий мы увидим с вами уже подъем ивана грозного его молодые годы и эпоху молодого русского царства посмотрим с вами для вот такой вот базы из чего он начинал и как начиналось царство ивана грозного в принципе нормально да мы такой вот прям маленькую карантинскую зарисовочку причем это вот был последний митрополит который был вот так вот и по подряд идущих был последний смещенным при иване грозном потом будет еще филипп колычев но митрополит макарий он был всегда как-то очень таким мудрым человеком скончался своей смертью не задавили подушкой не задушили вот поэтому на этом таком самом вот это мне вообще кажется это пик такой вот середина русской истории а дальше уже пойдет эпоха царства потом империи самодержавной ну и уже до наших дней спасибо спасибо всего самого доброго с богом спасибо